Всем привет! Вы на канале Просто Техника. Сегодня в ролике я хочу поднять несколько вопросов, а именно битность матрицы, потому что это часто задаваемый вопрос. Я специально, чтобы это вам показать, взял Samsung прошлогодний, который идет с 10-битной матрицей, и Samsung этого года с 8-битной матрицей. Прошлогодний это Q80R, и этого года это Q80T. Я часто говорю своим клиентам и в роликах подписчикам, что запомните главное правило. Мы получаем зарплату в рублях, в гривнах, а вообще техника стоит в долларах и в евро. Поэтому не гонитесь за последним, чтобы именно самое последнее купить, а обращайте внимание на цену. Если техника стоит в долларах дешево, то запомните, халявы не бывает. Здесь не работает правило, как вот с этого фильма. А гренка в нашем ресторане называется Крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов. А Крутон может. Это правило работает, но не здесь. Здесь работает, из-за большой конкуренции это не работает. То есть, если оно дороже, значит где-то лучше. Просто это лучше для вас может быть важно, а может быть не важно. И сравним еще, помимо битности, как вообще это влияет. То есть, как это увидеть и как это влияет в целом на картинку. То есть, включим обычные ролики и посмотрим, насколько сильно будет видна разница. Вы на канале Просто Техника. Поехали! Итак, давайте начнем с битности. Что такое битность? Битность это возможность телевизора показывать разное количество оттенков. То есть, какое количество оттенков может показывать телевизор. Любая матрица телевизора состоит из трех основных цветов. Это красный, зеленый и синий. И битность это означает, сколько разных вариантов оттенков может показать синего, зеленого, либо красного цвета. В 8-битной матрице, это 2020 года телевизор, 8-битная матрица это означает, что 1 пиксель может показать 256 вариантов оттенков. Если это перемножить между собой, получается 16 миллионов цветов. 10-битная матрица означает, что 1 пиксель может показывать 1024 варианта оттенков. Это получается 1 миллиард цветов. Если мы перемешиваем между собой это количество вариантов, то получается, что 8-битный может показать 16 миллионов цветов, 10-битный может показать 1 миллиард цветов. Чтобы вам показать наглядно, я специально выключил свет. Видите, вот эта лесенка, это переход оттенков. Значит, смотрите, битность. Вот видите, здесь количество оттенков. Здесь еще видны вот эти полосочки, то здесь уже не так видны. Здесь уже они больше слитно идут. То есть, в конце последние цвета практически сливаются. То есть, это идет 8-битная матрица. Здесь последние плохо, правда видно, но, попытаясь на фотографии, вот эта лесенка, она больше видна, чем здесь. То есть, здесь слитие идет чуть-чуть больше. То есть, 8-битная матрица, 10-битная матрица, это просто количество оттенков. Но сразу скажу, что не каждый человеческий глаз это увидит. То есть, в целом, цветопередача от телесного оттенка приятнее все-таки у прошлогоднего. Но это уже если так вот придираться. А так, по факту, оба телевизора показывают при свете, при включенном свете одинаково. То есть, показывают довольно-таки хорошо. Тем более, на старте продаж этот стол намного дороже. Наверное, долларов на 200-300 дороже, чем Т. Вот, я думаю, что если пройдет время Т еще подешевеет, тогда уже можно брать. А так, в целом, вот разницу вы увидите. То есть, по факту, это оттенки. Давайте я выключу свет и посмотрю, как при выключенном свете ведет себя телевизор. Смотрите, тест на черный. Сама матрица чернее все-таки у прошлогоднего. То есть, видно чуть-чуть, видите, здесь и здесь светлые. То есть, равномерно идет. Здесь как вот та не идеально черная и здесь не идеально черная. Здесь везде идеально черная и только подсвечивается сам центр, где нужно подсветить. Камера чуть-чуть передает вот это, но по факту этого не видно. В принципе, как и вот эта вода по краям особо не видно. Камера усиливает этот эффект. Но вот идеальное черное, идеальное затемнение все-таки у прошлогоднего это видно. Камера перебарщивает. Да и ярко, я вам скажу. Вот сам значок намного ярче, подсвечен намного ярче, чем этот. Здесь он тусклее. А камера вот этот подсвет значка, что он ярче прям Орионом. Вот этого Ориона, ну, глаза не видят. То есть, придет камера, как и вот, повторюсь, вот этих. То есть, кажется, что черные оба, но если рядом сравнить, то прошлогодний и чернее, намного чернее и ярче сам значок, чем у этого года. Конечно, если вот идеально прямо, то все хорошо. Это VA-матрица. Но проблема VA-матрицы, хоть и на квантовых точках, что если под углом, то цвета будут обледнеть. Давайте начнем перемещаться и смотреть. У прошлогоднего R практически цвет вообще не потерялся. Конечно, прямо сочнее, но нет такого, как в бюджетных сериях. У этого года, в принципе, почти так же, но чуть-чуть лучше, сочнее. Может, опять же, замадриться, но по факту нет такой потери, как в бюджетных сериях. Если у вас Samsung, или Xiaomi, или такого рода телевизор в своем адресе, проверьте. Вот встаньте прямо, начинайте перемещаться, и у вас начинает все бледнеть. Здесь такого нет, потому что специальное покрытие на матрице идет. То есть, оба телевизора хорошо по цветам и прямо, и по бокам. Поэтому они стоят и не дешево, потому что это премиальный телевизор. Ну что, ребята, резюмирую. По битности, да, разница есть. Более правильный цвет, более приятный, но если это ставить рядом, тут вопрос не в том, что критично там яркость или сочность. И тот, и тот хорош, хотя все-таки сочнее цвета у прошлогоднего. И на черных тестах он тоже показал намного лучше результат. И, опять же, угол обзора тоже лучше. По звуку, более сбалансированный 2020 год, он читает больше форматов. То есть, они сделали то, что получили в прошлом году критики много по поводу звука, по поводу форматов. Они этого и сделали. Но убрали битность матрицы и сделали его дешевле. И вы знаете, часто в сетях пишут, вот Samsung негодяи, и что Samsung негодяи, что они начали удешевлять, что стало хуже, хуже, хуже. Вы знаете, тут момент, наверное, психологический. Все-таки разрыв между богатыми и бедными становится больше, больше, больше. И все технологии переносятся, первое, в большие размеры и туда в 8К и так далее. То есть, если вы хотите хороший телевизор, в их понимании, что значит хороший. То есть, более реалистичный. То есть, вы даже вот эти два телевизора, если сравнить, то они хороши оба. Но реалистичнее прошлогодний был, потому что он на старте продаж был дороже долларов на 200, на 300, чем тот же 80T 2020 года. То есть, получается, что они вот эти реалистичные моменты, за которые они удорожают технику, они перенесли еще дороже и еще большие модели. А людям с ограниченными средствами, как в их понимании, они оставили вот эти модели, которые хороши, но не так реалистичные. И, в принципе, такая политика прослеживается у всех брендов, не только у Samsung. То есть, хотите там хороший телевизор, это ценник минимум от 80-90 тысяч рублей. То есть, больше тысячи долларов, как это стоило и до 2013 года, когда мы ставили все бедные, и Россия, и Украина. Потому что раньше в долларовом эквиваленте люди получали больше. От этого и все проблемы. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте оставить свой комментарий. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ты заходи, если что. Субтитры сделал DimaTorzok